Всем здравствуйте, меня зовут Южаку Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос задает Вячеслав Летавин. Физические качества можно ли улучшить на дефиците? Я про это говорил как-то в одном из видео. Если да, то за счет чего? Собственно, если вы помните, я говорил только о том, что физические качества на дефиците калорий можно развивать в том случае, если невысокий тренировочный уровень. Развитие физических качеств идет, к примеру, в силе не только за счет развития толщины миофибрил, а развития выносливости за счет увеличения митохондрии. Но есть такой момент, как улучшение навыка движения, это первое, а второе развитие нервно-мышечной связи. Когда человек новичок, и если он имеет избыточный процент жира в организме, он приходит в тренажерный зал и начинает тренироваться. При этом сразу садится на диету, у него будет дефицит калорий. Но прогрессировать в весе на снарядах он будет. Будет за счет того, что в первую очередь он научится правильнее выполнять упражнения, тем самым лучше включать мышцы в работу, и его навык будет развиваться, так же, как и развиваться его техника. За счет чего первое время, даже на дефиците калорий, новичок может очень хорошо добавлять в весах. Второй же момент, это улучшение нервно-мышечной связи. Когда человек имеет очень низкий тренировочный уровень и начинает выполнять упражнения, у него включается в работу очень мало двигательных единиц. В то время, как у профессиональных спортсменов включается настолько много двигательных единиц, что они очень часто травмируются, у них идут отрывы мышцы, либо отрывы сухожилий. У новичка никогда практически нету травм серьезных, потому что у них включается очень мало двигательных единиц, тем самым они работают с очень маленькими весами относительно тех, которые по факту они бы могли поднять своими мышцами. Поэтому работая определенное время, новичок учится включать большее количество двигательных единиц в работу и поднимать больше вес. Это развивается очень быстро первое время, потом этот процесс очень замедляется и в какой-то определенный момент уже на дефиците калорий прогрессировать практически невозможно. Следующий вопрос задает Андрей Ахмадзаев. Вопрос, если смешать ампуум надрена и ампуум ретаболила вместе, можно ли, если можно, то как этот раствор будет действовать? Да, можно смешивать практически любые стероиды, они между собой совместимы. И чаще всего, даже когда я пишу курс, я расставляю препараты так, чтобы человек просто мешал два препарата в один шприц и колол сразу же. При том, что за один укол можно колоть в районе 3-4, а то и 5 кубов. Больше 5 кубов обычно не рекомендуется колоть. А если человек не использует большие дозировки, то обычно это максимум идет 2-3 куба. В таком случае мы мешаем два препарата одновременно в шприце и колим их. Тем самым мы избегаем такого ненужного момента, как часто колоть, и такого момента, как колоть 2 раза в один день. Поэтому да, можно мешать стероиды и колоть одним шприцом. Следующий вопрос задает Шадов Офман 1997. Здесь вопрос по травматологии. Я скажу честно, что я не большой эксперт в травматологии, в тренировочном процессе фармакологии. Я разбираюсь намного лучше, чем в травматологии. И поэтому я не очень люблю эти вопросы, но я буду отвечать на них чисто с собственного опыта. Так как у меня было относительно много травм, и все-таки у меня есть личный опыт в том, как избегать травм и как с ними бороться. Поэтому в этом ответе я чисто поделюсь своим собственным опытом. И не буду претендовать на истину в этом ответе. Думаю, что какой-то грамотный травматолог ответил бы намного корректнее. Собственно вопрос. На жиме 2 недели назад получил надрыв бицепса, когда жал 145 кг на 5 раз. Без анаболических стероидов. Диагноз поставил травматолог после УЗИ. Назначил физиотерапию и повязку. Сказал, что через 28 дней можно возобновить тренировки. Но прошло 2 недели, а руку еле могу поднять до 90 градусов. Вопросы. Сколько в среднем спортсмены восстанавливается после надрыва? Достаточно ли 28 дней? Существует такой момент, что надрыв надрыву рознь. Бывают такие надрывы, при котором можно работать с небольшими весами. А, к примеру, в повседневной жизни вы практически не испытываете даже никакого дискомфорта. К примеру, такой надрыв у меня был с грудной мышцей. И я долго не мог жать большие веса. Но с весом 100 кг я работал вообще практически без каких-либо проблем уже, наверное, через несколько недель. При том, чтобы у меня был нормальный отрыв, у меня отрыв был грудной мышцы. И она прям собралась в такой комочек. Этот комочек еще относительно долго рассасывался. Очень бывает много разных надрывов и сложностей надрыва. Если это полный отрыв, тут, конечно, без операции не обойтись. Если это надрыв частичный, то все, в принципе, теоретически может быть хорошо. И в будущем вы даже сможете нормально тренироваться без каких-либо последствий. Сколько по времени это может длиться? Ну, по-разному. Обычно, как происходит классическая терапия. Назначаются какие-то противовоспалительные препараты. Стероидные, либо нестероидные. К примеру, если это стероидные, то, скорее всего, будет дипроспам. Если нестероидные, то какой-нибудь селективный препарат. Их очень много. И после того, как противовоспалительные сработали, прошло полностью воспаление. Уже теоретически можно приступать к тренировкам. С очень легкими весами, но все-таки уже можно тренировать мышечную группу. Как после начать вливаться в тренировки? С какой интенсивностью и весами? Я бы порекомендовал не спешить и построить свой тренировочный процесс так, чтобы вы вышли на те рабочие веса, с которыми вы работали до травмы, минимум через 2 месяца. Это значит, что вы распределяете нагрузку так, чтобы, к примеру, к тем же 145 кг вы добрались за 8 месяцев. И каждую неделю вы могли добавлять по 10 кг. Собственно, вы отнимаете от 140 кг 80 кг и начинаете с 60 кг. 60 кг, на следующую тренировку 70 кг, потом 80 кг, 90 кг. И за 2 месяца вы дойдете до своего рабочего веса. Лично я рекомендовал бы именно так. По поводу интенсивности, это по поводу интенсивности. По поводу объема. Тренировочный объем я бы делал большой и постепенно, постепенно бы его снижал с ростом интенсивности. Грубо говоря, применял бы такую относительно простую линейную периодизацию. Третья часть вопроса. Как в следующий раз предотвратить мою травму? Техника не хромала, думаю, просто недовосстановился. Следует ли начать тренировать бицепс? Я считаю, что бицепс в безэкипировочном пауэрлифтинге имеет относительно важное место. И тренировать однозначно бицепс нужно. По поводу того, как предотвратить травму, грамотно циклировать нагрузку. Здесь нету каких-то секретов. Травмироваться может любой человек в любой момент. Надо понимать, что чем грамотнее построен тренировочный процесс, чем реже вы лезете на большой вес недовосстановившимся, тем меньше ваш шанс получить травму. Также очень легко можно получить травму, работая в огромном объеме. Я скажу, что на большом весе я травмировался за всю жизнь только один раз. Все остальные мои травмы были из-за того, что я работал в очень большом тренировочном объеме. И именно в этом тренировочном объеме я и получал травмы с очень скромными весами. Иногда там по 70-75%, но из-за того, что это был там уже 12-13-15 подход, я уже был очень уставший, я получал травму. Поэтому главное средство, которое убережет вас от травм, это грамотное циклирование нагрузки и грамотное построение тренировочного процесса. Четвертый вопрос. Как можно ускорить восстановление, кроме физиотерапии? Любыми препаратами, которые имеют анаболический эффект. Это тестостерон и гормон роста. Я понимаю, конечно, что это допинг, но это единственное, что действительно сработает и действительно ускорит восстановление. Все остальное, кроме физиотерапии, практически не работает. Если честно, с моего опыта, если вы правильно пропили противовоспалительные и делаете физиотерапию, то все будет нормально и что-то еще добавлять не нужно. Что-то еще, это могут быть только стероиды или гормон роста. Это действительно работает. Все остальное, если же даже работает, то работает очень слабо. Собственно, это все ответы на сегодня. Спонсором данного видео все еще остаюсь я. Поэтому, кому интересно сотрудничество, пишите мне на почту, ВКонтакте или добавляйте в Скайп. Все вопросы вы можете задавать как в комментариях на Ютубе, так и в группе ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. До свидания.